Ролик создан при поддержке сообщества ВКонтакте, то есть с Андроид. Привет подписчики, геймеры, гости канала и все, кто находится по ту сторону экрана. У микрофона, как всегда, Илья, и это 69 выпуск рубрики Игровой Андроид Фрэш. Сегодня я представляю 10 новых игрушек за прошедшую неделю, так что поддержите канал лайком и мы начинаем. Начнем сегодня с игры из жанра выживания и называется она Survival Island Primal. Здесь мы будем сражаться за свою жизнь, охотиться, добывать свои материалы, искать пропитание и, конечно, крафтить новые шмотки. Поначалу нам дается лишь один жалкий топорик и просто огромнейший остров для изучения. Повсюду будут деревья, пальмы, а также огромное разнообразие животных и нам, конечно же, нужно приложить свою руку. Сходу советую добывать продовольствие, чтобы наш герой никак не был голодным, иначе будет просто беда. Также рекомендую здраво оценивать свои силы в охоте и, допустим, не лезть в битву с тем же динозавром. Но в дальнейшем, как уже наберем нужные материалы, мы строим свое жилище и создаем просто максимально комфортные условия. Остров здесь реально очень большой, поэтому всегда встречаешь что-нибудь новенькое, и от этого, конечно, играть становится намного интереснее. Уверен, что игра понравится всем любителям подобного жанра, и доступна она, кстати, бесплатно. Ну а мы идем дальше, и вторая игра у нас для любителей русских тачек, опасного вождения и бездорожья. И это игра-симулятор вождения ВАЗ-2108. Игроков здесь ждет довольно различный симулятор с множеством игровых режимов. Здесь мы будем парковаться, участвовать в драк-рейсинге, кататься по бездорожью, дрифтовать и еще многое-многое другое. Также лично меня здесь порадовали разные виды камеры, то есть мы можем играть от первого лица, и это реально просто настоящий хардкор. То есть, если мы играем ночью или, допустим, в плохую погоду, то реально ничего не видно, и тут просто будет мега сложно. Ну, на самом деле, поначалу уровни на всех режимах более-менее простые, ну а далее уже, конечно, все усложняется. Разработчики, кстати, постоянно здесь добавляют новые фишки, поэтому я думаю, что игра будет только улучшаться. Ну а так, всем любителям аркадных и даже реалистичных симуляторов такое точно рекомендую. Уверен, вам игра зайдет, и доступна она также бесплатно. Cosmic Slav, очень классная аркада для зеленого робота. Мы играем за такого вот милого ленивца и путешествуем по просторам огромного космоса. Наша задача это обходить метеориты, космический мусор и другие виды препятствий. Ну и, само собой, по ходу игры собираем кристаллы, бонусы и игровые жетоны. На жетоны мы уже можем выиграть более ценные игровые призы, и эта игра становится намного интереснее. На заработанные кристаллы уже покупаем новые костюмы, шлемы, джетпаки, а также улучшаем характеристики своих бонусов. В общем-то, наша основная сдача это набрать как можно больше очков, прокачать свои способности и выполнять те или иные задания. Из бонусов нам доступен магнит, джетпак, а также защитное силовое поле, и, само собой, с этими бонусами будет гораздо легче проходить игрушку. По игре я скажу, что она реально меня очень затянула, геймплей здесь бодрый, и также позитивно можно отзываться о главном персонаже. Всё-таки он реально очень забавный, и это факт. В общем, всем любителям качественных аркад такое точно советую, уверен, вам понравится. Мэтт Аут Оупен Сити. Гонки без правил с симпатичной графикой. Прогуляйтесь до своего гаража, заведите этого монстра и задайте жару другим игрокам. Перед нами просто очень обширный открытый мир с достаточно густым трафиком, так что попытайтесь здесь не разбиться. В общем, подключаем свою ловкость и, конечно же, реакцию, ну а в остальном вам помогут ваши пушки. Разновидностей пушек здесь очень много, так что, уверен, будет весело. В общем, очень бодрая получилась игрушка, и стоит она 198 рублей. Тролл Фейс Квест Клэссик. Очень бодрая игра на андроид. Возвратитесь к истокам троллинга, чтобы встретиться со знакомыми и в то же время новыми нелепыми заданиями. С этим делаем без хорошей фантазии, и здесь вряд ли разберёшься. В общем, подключаем свои мозги, воображение и логику, хотя не уверен, что она вам здесь пригодится. В общем, решение самых безумных и дурацких додэ головоломок вас здесь ждёт, так что готовьтесь к этим испытаниям. Эрни Ви Си Эйвл Пиксельная Оборона. Перед нами экшен на андроиде, и вашей главной задачей будет спасти мир от этого ужасного зла. Чудовище по имени Боб пришло в наш мир и хочет уничтожить всех людей, превратив их в своих слуг зла. Сходу по улицам этого города стали ходить чудовища, монстры и другая нечисть, уничтожая при этом людей. Ну и как всегда нашёлся тот герой, который готов противостоять этому злу, и зовут его Эрни. Игра стоит 132 рубля. Гэнфуд. Командный онлайн экшен. Перед нами потрясающий экшен, основанный на командном взаимодействии и подслащённый пиксельным арт-стилем. Прыгай, стреляй, бегай, делай всё, чтобы помочь вашей команде выиграть этот раунд. Мультиплееры, сингл, удивительная графика, шикарные звуки, списки лидеров и хорошая оптимизация. В общем, получилась очень бодрая игрушка, так что зацените. Ну что ж, основинками мы заканчиваем, и теперь игровые новости. Вышел новый яркий и очень сочный трейлер игры Shadow Fight 3. Уверен, что многие фанаты просто очень ждут данный проект, и что ж, у меня просто хорошие новости. Разработчики обещают релиз уже в этом году, и я думаю, что игра выйдет прямо на новый уровень, и это будет по-настоящему крутой проект. Точной даты пока что, к сожалению, нет, но я надеюсь, что игра уже вот-вот появится. Glitch Games анонсировали новый ужастик The Forgotten Room. Данные разработчики создают просто атмосферные и большую часть времени жуткие приключенческие игрушки. И вот теперь они демонстрируют свою следующую игру, показав этот короткий тизер. Из него вы можете получить представление о игровом 3D-движке и общей атмосфере данной игрушки. Что ж, мне прям уже не терпится поиграть. Ну и последнее. На сегодня John Matt Run скоро появится на Android. Это красочный сайт Сколер, который может просто каждому напомнить небезызвестное творение ребят из Halfbrick Studios, про брутального парня с джетпаком за спиной. Упор здесь сделан именно на разнообразие геймплея, то есть выбор оружия совсем не богат. Но зато здесь есть немалое количество локаций, врагов и анимаций. Точной даты релиза пока что, к сожалению, нет, но я надеюсь, что игра уже скоро появится. Ну что ж, а на этом я на сегодня заканчиваю. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Также вступайте в сообщество ВКонтакте, то есть с Android. А у микрофона был Илья, всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока.